ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Я пришел и говорит, батюшка, мне сказали, надо причаститься, там, мне вот, в моей ситуации, а при этом я пришел к нему, говорит, надо сначала покаяться. Я никогда не был, ничего не знаю. О чем каяться-то мне? Я говорю, ну это неправильно, сынок, так-то. У тебя не выстрадано будет сейчас, тебя будет из тебя тянуть. Знаешь что, лучше бы ты сам. И я говорю, и это можно сделать, даже сейчас. Говорю, зайди в икон-лавочку, попроси сейчас на 20 минут книжечку. Мы специально маленькие брошюшки такие делаем в помощь кающемуся. Там о грехе. Очень кратко немножко, 20 минут. Ты, Грант, пробежишь, и кое-что уже увидишь. Что видишь уже для начала? Это хорошо. Начинай с начала. Кать в том, чего не выболел, бесполезно все равно. Вот это. На что готов будешь? И посмотрел на его лицо. Там мировая скорбь на лице. Говорящая сильнее слов. Я говорю, никогда книжку не брал, да? Говорит, никогда. Читать не будешь? Понятно. Ну, современный. Ну, современный. Учение свет, не ученых, тьма. Поэтому, говорю, ну ладно. Тогда давай сделаем вот так. Растушный, безграмотный такой, как большинство сейчас. Давай сделаем вот как-то, да. Милый, не будешь читать? Нет, он говорит. Ну, понятно. Другого не ждал ответа. Тогда вот как. Чистый листок бумаги и карандаш. Дома. С кем ты живешь? Семейным. А сверху только одно предложение напиши. Мои недостатки. Двоеточие. Пункт номер один. И отдай тем, с кем ты живешь в семье. Они будут вписывать. Попроси их вписать. Пожалуйста. Он как-то говорил, невеселый. Он говорит, а сегодня причаститься. А придешь в следующий воскресенье? И причастимся. С листочком-то. Он ушел. Я смотрю его след, думаю, да, не знаю, вряд ли придет. Ну, вряд ли уж. Ничего уж. Ладно. Как я был рад, когда в следующий воскресенье увидел его. Пришел. Слава тебе, Господи. Не удалось меня оттолкнуть от Христа его. Ну, вот. Пришел. И, знаете, был опять я, что интересно, Господь, как устроил. Значит, он подходит ко мне с листочком заполненным. И говорит, батюшка, вы меня помните? Говорю, ну, кажется, ты из тех, кто читать не всегда любит. Он говорит, да, да. Говорит. Я ведь вас послушал, говорит. Я листочек-то дал. Семейным-то. Столько всего написали. А я ведь думал, что я, оказывается... Батюшка, мне есть чем каяться. Вот именно. Прозрел? Прозрел. А до этого не видел. Помогли? Помогли. Ну, у нас, если мы этим путем пойдем, нам тоже много чего напишут наши родные и близкие. Но они могут быть необъективны. Это верно. Вот это верно. Они могут корыстно писать чего-то. Что им хотелось бы. А не что, соответствовали Божией? А вот если спросить бескорыстных, это кого? Бога и святых Его. Через творение их. Через Евангелие. Через Писание. И считать, мы будем видеть причину себя глубже. Причину много будем видеть глубже. Будем видеть жизнь глубже. Себя, людей. Это очень важно.